Сейчас пока идет отчет, кажется, что перед вами обычное сражение и просто всех игроков помешало резко выйти в бой на МС-1 и в основном на Тракторе. И всего лишь там один Медиум и один Крусейдер. Но смотрите, что произойдет, как только бой начнется. Наверное, исходя из названия, ребята, вы уже догадываетесь, но все-таки хочу это вам показать. В общем, наш игрок попадает, как обычно, в бой, оживает, начинает двигаться, а союзники двигаться не начинают. Они даже не подают признаков какой-то жизни. Они просто все остаются на базе. У нас есть один пацан, который выбивается вот из общего списка, это вот этот Медиум, который тоже поехал с нами. Видно, это настоящий игрок. А все остальные, все вот эти Тракторы и все вот эти МС-1 остались на базе. Я предполагаю, что во вражеской команде Т1 будет выбиваться из общей толпы. Не знаю почему. Ну, в общем, смотрите, что сейчас произойдет, как только Медиум, вот этот, ой, как только вот этот Крусейдер с Медиумом поймут вообще, во что они вляпались и во что попали. Я, если честно, ребята, объяснить это не могу. То ли у всех резко вылетела игра, но это реально было вчера, в час пик. По Москве этот бой сыгран вчера. То есть, сейчас точно скажу, если кто-то будет смотреть этот бой, например, там через неделю. Сегодня вот у нас 20 июня, да? И вчера было 19 июня, пятница 2020 года. И в 19.40 по Москве вчера был этот бой сыгран. Смотрите внимательно, что сейчас будет с вражеской командой. Ребята, это вообще жесть. А результаты послебоевые? Ну, я не знаю. Это прям что-то запрещенное. В общем, наш игрок вместе с Медиумом, как мы видим, отправляется на вражескую половину. Видим, что нет, кстати, не Т1, а вражеский трактор тоже ожил. Видимо, он случайно попал сюда, не понимает, что происходит и едет на вражескую базу. Давайте смотреть, что будет дальше. Наш игрок на Крусейдере это дело замечает. И у него первая мысль, что враги, наверное, все ожили. Прикиньте, какой трындец будет, если вот так вот все наши союзники на базе стоят, а враги все зайдут в бой. В общем, он правильно делает. Начинает пытаться разбирать этого трактора, потому что он сейчас доедет к халяве и вырежет всю нашу команду. И походу он доезжает к этой халяве. И, ребята, как-то уж слишком этот трактор, посмотрите, уверенно пер прямо на нашу базу, не разворачиваясь. И сразу поехал долбить АФК-шных врагов. Прям вот пахнет подставным боем от лица этого трактора. Я на всякий случай покажу его ник, чтобы вы задумались. Ну, потому что он слишком быстро за первые минуты прямо один отправился на нашу базу. Слишком быстро. В общем, Крусейдер посмотрел за этим всем делом и тут засветил на базе неожиданно вражеского трактора. Он играет, кстати, вот этот игрок на Крусейдере, который и выложил данный бой. Он играет, как мы видим, осторожно. Он подъезжает на вражескую базу, видит первого трактора и начинает издалека по нему стрелять ББшками. Не каждый раз пробиваем, ну, понятно, танк первого уровня. Но все равно его сейчас, походу, уничтожат и отправят в ангар. Он пока не понимает, что происходит. В это время наш, ой, вражеский трактор, который на нашей базе находится, он, ребят, как вы заметили, уничтожил нашего медиума. И теперь там один стоит и всю нашу команду на халяву расстреливает. Крусак пока не понимает вообще, в чем дело. Он, по-моему, офигевший, приехал сюда. Видит вражеского Т1, начинает по нему наяривать. Он даже пока не пытается сблизиться с базой противника и глянуть, что там. Еще даже два фрага не сделал, в то время, когда у вражеского трактора уже семь фрагов, ребята. А у нас всего один. В общем, смотрите дальше. Сейчас будет интересно. Все совершенно не по плану пойдет в следующие минуты боя. Вообще, данный бой интересно досмотреть до конца, потому что, как минимум, не каждый день такое видишь. И я, если честно, сегодня не планировал ничего подобного записывать. Ну вот, случайно открыл этот бой. Нет, ну не этот. Открыл вообще список боев и увидел сражение, где на первом уровне у игрока почти 4000 дамага. Я думаю, что с людьми происходит. Как он это сделал? Думаю, суперскиловик какой-то, профессионал, 155 уровня плюс один. Но, когда я открыл этот бой случайно, я увидел вот это. И потом, ребята, я сегодня еще один бой искал. Тоже, ну, отсортировал бои низких уровней. Посмотрел там несколько и нашел еще один очень подозрительный бой. И там, по-моему, игрок конкретно попал в подставу, где нагнали ботов. И он случайно туда зашел и испортил пацанам малину по набиванию халявного урона. Еще и слил с техники. Давайте, если этот ролик наберет 500 лайков до вечера, я выложу еще один бой. Ну, 500 много. Давайте хотя бы 300 лайков до вечера. Вот, до сегодняшнего. И я выложу, ребята, сенсацию на канал, которая взорвет все. Давайте, прожимайте лайк и ждите вечером просто сенсацию. Может, даже во второй половине дня сегодня. В общем, давайте смотреть, чем это все здесь продолжается. Как мы видим, Крусак приехал на вражескую базу и видит, что здесь все враги стоят АФК. В это время наш, собственно, союзник слился. И вражеский трактор наколотил там 13 ребят фрагов. И я не пойму одно, почему он не уничтожает вот этого последнего трактора. Он хочет 14 фрагов, что ли. Он хочет 15, походу. Он хочет добить, приехать, наверное, нашего Крусейдера сюда. А потом уничтожить вот... Нет, все-таки он уничтожает того трактора, но на захват базы не становится. Крусак тут офигевший. Наконец-то он допетрил. До него дошло, что можно просто, блин, приехать на вражескую базу и резать один за одним врагов. Вот честно, ребят, я комментирую это и сижу в шоке. Мне даже не получается нормально связать слова, потому что это какой-то бред. Причем это не тренировка. Я покажу итоги, ребят. Я покажу медали. Смотрите дальше. Это не тренировка. Это реально случайный бой, где вот этот игрок без взводов. Вообще нет взводов. Он просто взял и вышел в 19.40 по Москве где-то. В сражение. Обычное. Нажал кнопку в бой на Крусейдере и попал в это. Представьте, как он охренел. Зачем-то, кстати, стал тут на захват базы. По-моему, он может сейчас захватить, если не опомниться вовремя и не добить вот это все. И прикиньте, уже 2.290 урона. И он уничтожает фактически всю команду. Это максимум. Больше урона сделать нельзя просто. Справа от нас МС-1. И сейчас приедет вот этот трактор. Смотрите, будет интереснее. МС-1 тоже улетает в ангар. Пожалуйста. Еще и с поджогом мы тут делаем. И гляньте, сейчас может захватить базу. Да что ж ты так. 7 секунд. Ты захвачишь сейчас базу. Он настолько... Этот братан настолько офигел. Он нам по нам огонь пошел. Смотрите, что он просто стал на базе и забылся, что сейчас может просто захватом выиграть. Он забыл об этом. Если бы трактор не сбил сейчас оттуда, где-то с центра, то, собственно, скорее всего, мы бы просто захватили базу и на этом все. Но я представляю, как поехала крыша у этого пацана, увидев вообще, что творится. И увидев столько халявы. Это как я не знаю. Прийти в банк, снять свои 100 рублей со счета, а тебе говорят, что у вас на счету 10 миллионов долларов. И ты там на месте останавливаешься и 2 минуты стоишь просто с круглыми глазами, осознавая, пытаясь осознать, что происходит. В общем, как мы видим, он продолжает тут захватывать базу, уничтожать АФК-шных врагов. Сейчас будет битва с трактором. Хотелось бы на это посмотреть, ребят, тоже. Интересно, сможет ли этот трактор... А у него 22 хп. Он же бился с медиумом. Понимаете, какая халява? Он-то 14 фрагов сделал, но уничтожить этого Крусейдера он не может. Вот, блин, пацаны дает. И он все. Этот его уничтожает, потому что его медиум там прожарил наш союзный. И мы теперь продолжаем разбирать АФК-шных. Ну, в общем, ребят, пишите в комментарии, что это такое. Сейчас посмотрим, как это все закончится. Посмотрим итоги. Они вообще интересные, удивительные, пипец насколько. Причем, учитывая, что этот бой был сыгран в этом патче, в новом, вчера. Вчера вечером. Я зашел, я думал, такое невозможно уже в новых обновлениях. Я помню, раньше такое было, когда танки вылетали, все стояли АФК, кто-то один подгружался и бой выигрывал. Но это было вчера вечером, ребят. Прожимайте лайки, я покажу вам, что еще нашел. Вообще, будете, сенсация будет вечером на канале. Прожимайте лайки, ждите вечерний ролик. Вот прям, прям жесть будет. Зайдите часов в 6-7 вечера по Москве на канал и посмотрите, что я там выложил. В общем, как мы видим, он уничтожает сейчас последнего противника. Ребят, я быстро вам напомню, перед тем, как показать итоги, что спонсоры этого видоса, ребята с крутого сайта, очень крутого, воткид.ком, где вы можете получить 5000 золота на халяву. Для этого перейдите по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии. Там же есть мой специальный промокод от Бомбилки. Введите этот промокод при пополнении счета, если будете пополнять. А для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше 5000 голды, переходите, листайте в самый низ сайта и там будет кнопка участвовать, ее жмете. В общем, вся информация, мой промокод и ссылка на воткид в закрепленном комментарии. Там же, в закрепленном комментарии, есть ссылка на мой второй канал Бомбилка Лайф. И я подготовил уже для него три новых обзора, три новых видоса. Скоро они выйдут на втором канале Бомбилка Лайф, поэтому все, кто туда не подписан, рекомендую очень сильно прямо сейчас зайти подписаться. Там нет рекламы, там нет розыгрышей, там, собственно, только халява. Тут можно реально получать голду. Ой, ну, только халявные видосы. Рекламы, розыгрышей нету. Я уже запутался, потому что обалдеваю с этого боя, ребят, честно. Вот попробуйте угадать в комментах, что это. Потому что у меня есть мысли, что это подстава, есть мысли, что всех заглючило, что это баг. Но я не понимаю все равно истинной причины. У одного 14 фрагов, у вражеского трактора 14 фрагов. Напишите реально в комменты. Ребят, также хочу напомнить, что в этом видосе будет розыгрыш голды от Бомбилки. Нужно для участия поставить лайк, подписаться на канал, как всегда врубить колокольчик в режим все уведомления и оставить позитивный комментарий с игровым ником и айдет ВКонтакте. Ну, ребят, пожалуйста, сейчас с подпиской вообще беда. Кто не подписан, спуститесь вниз под ролик, нажмите хотя бы просто подписочку. Это огромную поддержку каналу в этот летний период будет. Колокольчик, если прожмете вообще от души, спасибо. Буду стараться еще интереснее для вас что-то находить, материал. У нас всегда что-то необычное на канале. Я думаю, лайком видос поддержать можно. Ну и вот так вот, давайте глянем итоги. 15 фрагов, как мы видим, и посмотрим сейчас медали, чтобы вы поняли, что это не трение. Ну вот, смотрите, ребят, вот этот Крусейдер, вот его ник, загрузил он бой сам. Здесь написано тип боя, случайный бой. Смотрите, вот я выделяю этот момент. Версия 1.9.1, серверное время игры. 2020 год, шестой месяц, 19 число. Сегодня 20 июня. Как мы видим, суббота, вот с утра я записываю. Это сыграно вчера в 19.20. И вот, пожалуйста, халява называется. Первое место, конечно же, номинация «Легкие танки», потому что здесь 12 тысяч опыта за бой. Он еще и Х4 словил. Прикиньте, 12 косарей опыта на первом уровне отхватить. И смотрите, медали, пожалуйста, «Рассиняй», «Колобанов», «Фадин», «Найдин», «Разведчик», «Захватчик», «Основной калибр» и «Воин». Все это здесь есть. Вот огонь на поражение, взрывотехник, поджигатель, костолом, мастер. То есть, все, в трене медали не дают. Пожалуйста, случайный бой. Вот реплейс, сайт, не подделка. Могу обновить, пожалуйста. Я не знаю, чтобы доказать, что это реально. 12 медалей. 15 фрагов. Первое место по всему. Союзник вот 201 строна накидал. У врагов трактора дал 3401 дамаг. Но ему не так сильно повезло, потому что его там уничтожили в итоге. Ну, в общем, вот подробный отчет. Смотрите, удивляйтесь, пишите догадки в комменты, что это. Я свои мысли сказал, но я не уверен, что я прав. На этом все, ребята. Вверху справа сейчас появляется другой ролик нашего канала. Зацените, там я проник в американский взвод прямо к ним. И смотрел, как они играют на КВ-2. Там ржака была небесная. Ржали всем чатом. В общем, вон вверху справа, кто не видел видос, зацениваем. На этом все. Давайте быстрее лайки и покажу еще кое-что интересное сегодня. В следующем видосе. Все, до скорых встреч, ребята. Я пошел делать этот интересный видос. Следующий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok